запыхался конечно и знатно здорово народ добро пожаловать на новую серию не знаю в честь кого ее назвать но в общем в какую-то серию моем канале в общем загрузила сейчас колеса точнее резину диски сами у меня уже как наверно с месяц болтаются в багажнике и пришло время их обуть потому что сегодня воскресенье шинка моя вроде как должна работать ну по крайней мере раньше они работали еще попутами на заскочить в воды гей за болтами докупить болты эксцентрики и не пиля точнее вентиля к дискам то есть подобрать еще на тут успеть сейчас рвану туда вроде не должно бы сегодня пробок надо выезжать уже то время еще хочу заехать к троечке артур вроде объяснился уже сегодня начать ее как бы ну в цвет дуть но это не точно потому что вообще работы хватает но надеюсь что быстро он с этим всем управится потому что надо будет еще ждать пока лак просохнет чтобы его потом полировать соответственно собирать машину да там что не полируется в принципе я могу поставить это стекла это там какие-то решетки фонари и пока все это готовится еще попутно занимаюсь колесами чтобы уже все было готово и останется мне там уже заняться шумоизоляцией но это попозже потому что мир мероприятие уже вот-вот все на подходе ближайший счетом у нас на зиму ти 21 числа туда я вряд ли уже попадаю ну может хоть как-то с горем пополам не за машина соберется туда попадет не знаю и самое главное усадьбе фамилия по моему 5 числа 5 мая прям надо быть вот прям вот сто процента максимально ну хотя бы собранным салон хрен с ним так накинул ковер брошу карты прикручу на дверные ручки и как бы и черт с ним потому что тоже это типа пленки заказал на двери пока не придут это все время потом еще это в блин все ставить это конечно кошмар лютый ладно я заболтался готовьте чай кофе там не знаю в энергетике и ставьте лайки и приятного просмотра а мы продолжаем а 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 и Субтитры сделал DimaTorzok Съездил я, собрал колеса, все собралось прям отменно, докупил болты Правда сделал все это в другой шинке, не в той, в которой я постоянно все делаю Но в принципе не менее плохую Забыл уже как называется, там еще магазин, где продают проставки, болты Ну все для колес Заехал еще сейчас к Артуру, посмотрел на тройку Тройка в порядке, тройка готовится к грунтовке уже То есть уже там дошкуривается, там подфарники эти сняли, которые Там прикисли, там где болты, пришлось высверливать Ну а так еще пару моментов обсудили и все Ждем среды примерно плюс-минус И там уже приезжаю, забираю ее И еду сразу же ставить стекла Потому что, ну и сразу еще тонирую Потому что машину без стекол хранить во дворе такое себе Ну и там где-то через недельку, ну где-то через неделю, через две Будем собирать потихоньку Надеюсь, лак успеет просохнуть Потому что мне прям план капкан Надо на усадьбу фамилию, четвертого или пятого числа Попасть прям в кровь из носу Поэтому будем стараться В принципе, по хрому на работе у меня все Там докрашиваю горшки фар Тоже мелочевку всю дозаказал уже Завтра понедельник забираю другую мелочевку Отправляю этот бумбок сраный, который заколебал меня кататься Ну и все В общем, дело ближется уже к вечеру Субтитры сделал DimaTorzok С кайфом Без лобового, без заднего Как говорится, ветер в харю, я хуярю Да Где-то ставить стекла все что Ну вот и покрасили мы наконец-то тройку Вот такой вот получился результат Пригнал уже домой Сейчас хочу побырику накинуть фонари с фарами Чтобы машина не стояла прям такая пустая Вот потихоньку буду все привозить Собирать ее Поставил тут под балкончиком Чтобы на нее особо ничего не летело Как-то так Через две недели поедем на полировку Ну, не знаю Оценивайте Что вы скажете Цвет вроде бомба Сперва без лака Он смотрелся у крюма Сейчас прям Можно сказать то, что надо Время, конечно, уже позднее Солнце зашло Но думаю, завтра утром Она будет сиять Просто как не в себя Сейчас еще тем более накину фонари Свеже отполированные Эпопея длилась Это целый месяц на работе Каждый день что-то мыл Полировал Конечно, беда остается Конечно, переварить Потом багажник Также его покрасить Но это, в принципе, очень легко И быстро делается С этим никаких проблем не будет Тут что Четыре пластмасски На двух-трех винтах Это все держится И коверное В двух клипцах Все, собственно Снимем попутно глушитель Переварим пол Снаружи его покрасим А снизу, получается, по новой За антигорем За мавилем Чтобы было вообще ништяк Все вот эти дырки Это осталось от фаркопа И газового оборудования Которое здесь стояло Еще попутно установил Новую заднюю резинку Замок оставил старый К сожалению, не получилось затонировать Тонировщик уже ушел Ну ладно Пока побудет аквариумом Немножко Вот впереди новый замок поставил Резинка уже была меняна Наконец-то убрался этот колхоз Который у меня был с недостатком По длине замка Все Решеточки пока ставить, наверное, не буду Аккумулятор я просто отсюда уберу И все Здесь что? Она стоит под двумя камерами И здесь, в принципе, ничего не будет Ну вот она стала следующий день Вчера я забрал машину А сегодня я приехал забирать Некоторые детали с порошковой покраски Забрал тут защиту Которая стояла еще Кто помнит Нарагулычи Вот такая вот она широкая Но прям Она очень такая толстая Ну не прям мегажирная Но по сравнению с заводской Она лучше и плюсом она шире Раза в три И все кронштейны я покрасил в матовый Сейчас они выглядят прям лучше, чем новые Чем заводские Прям очень прикольно на это смотреть Сейчас на данном этапе У меня просто реально Новые заводские детали, грубо говоря Даже лучше И как бы они спасены от ржавчины От гниения И ими приятно пользоваться Их ставить Это у меня самый узкий диск, который был Он по-моему вообще там 4,5 Либо 5 шириной Вот я решил пустить на запаску И вот он от пескоструился И прям видно, что он теперь ранее Эти канавки Они стали прям очень хорошо видны Точнее штамповки Ладно, хватит болтать Пора ехать дальше работать И потом на сборку машины Время пол первого ночи Я только закончил тут закручивать бампер Где он тут Вот он вот этот говнюк Все крепления новенькие Все собрал на мовиль Все эти гайки из нержавейки Тут тоже все порошком покрашено Это херня не обращайте мания Это скоро справится Все в порошочке Новенькие резинки Также собраны на этот Ой, на солидол Где я аж потерялся О, фу Все новенько И конечно же Это все происходит на улице Ништяк Блять Зато соска Вот и закончились ночные ползания Получается Поставил я сегодня бампера Как хотел Также накинул решеточки На капот Новенькие Все, что пока успел За сегодня сделать Блин, холодно Нету Прям такого тепла Как ожидалось В общем бампер Так Локально был отполирован Не сильно Вот это еще В дальнейшем предстоит Кронштейны Как вы видели Все были Открашены В порошок Так же Ну вот эти Маленькие кронштейны В порошок Куплены Все новые болты Вот эти Хромированные Там внутренние Здесь Все тоже новое Было куплено Резинки Все собрано На солидол Вот Теперь Также еще Были эти Маленькие Бафферы Везде Добавлены На Кронштейнах На каждом Здесь Их идет Четыре И сзади Два Вот Ну они И были Но Опять же Крепление Были Все какие-то Кривые Косые Плюс Он был Один Основной Кронштейн Погнут Это все Выправил Опять же Открасил И теперь Вот бампер Вот прям Вот здесь По этому Пыльнику Брызговику Сидит Прямо Ровно Это вот Вообще Кайф И ничего Нигде Не брякает Везде Вот Ровненький Зазорчик Даже Палец Не пролазит Вот Еще Также Дополнительно Эти Бафферы Они Подсмазаны Чтобы Ну При езде Там Туда И пыль Не попадала Это все Не натирало И в итоге Не ржавело В прошлый раз Поставил Поворотники Вот Машина Пока В таком Состоянии Не успеваю Прямо Все собирать Поставил Решеточки Вот Эти Поставил Молдинги Все Отполированное Вмятина Выправлено Новая Резинка Заднего Стекла Стоит Замок Передний Новый Стоит Вот Фонари Уже Накинул Бампер Сегодня Тоже Накинул Задний Также Все Открашено Вот Смазано И Вот В багажнике Вот Такая Пока Вот Ханалия Уже Открасил Пластик Тут Все Тоже Болты Покрашены Смазку Стоит Новый Болт Собран На Смазку Вот Так же Это Все Предстоит Отмывать В ближайшее Время Не знаю Посмотрим Как Пойдет Но Машина Вроде Как Пока Собирается Бомбовая Тоже Я так На нее Смотрю Прям На вид Имеет Еще Через Полторы Недели Она Отполируется Будет Вообще Ништяк Сейчас Она Уже Припылилась Такая Заляпанная Но На солнце Она Огнем Прям Горит Ну Это Прошло Время Вкратце Записать Процесс Сейчас Занимаюсь Тем Что Ставлю Дверные Ручки Попутно Отмываю Дверные Проемы Убираю Грязь Вековую Которая Скопилась Под Уплотнительными Резинками Вот Такие Просто Большие Комки Грязи Здесь Находились Также Присутствует Вот Небольшая Ржавчина Вот Но Это Я Сейчас Все Подкрашу Помою Почищу Подкрашу Будет Ништяк Также Убираю Вот эти Куски Пластилина Непонятные Ненужные Потому что Тоже Они Сейчас Портят Толку Уже Никакого Нету Вот Также Хочу Поставить Хотя бы На одну Сторон Бархотки Посадить Их На солидол Потому что Здесь Были Тоже Очки Ржавчины Вот Чтобы Хоть На какое То Время Еще Сильнее Ну Обезопасить Машину Вот Надо Будет Сделать На Солидол Все А так Вот Молдинги Уже Стоят Посадила Все Молдинги На Герметик Поставил Поворотники Поворотники На Солидол Тоже Все Собрал Решетку Тоже Поставил Бампер Все На Солидол Все Крепление Все Промазал Вот Подфарники Надо Будут Шпильки Видимо Срезать Каким То Образом Не Получается У меня Открутить Машинка Уже Потихоньку Собирается Вот Стоят Решетки Зеркало Это Тоже Страна Все Подсобрана Тоже Надо Будет Зверьми Заниматься Вот Задний Бампер Накинут Молдинги Тоже Вокруг Собраны Все Блестит Наполировано Кайф Ладно Будет Дальше Продолжать Заниматься Потому Единственный Выходной Вообще Неудобно Вот И так Уже Весь день Этим Всем Занимаюсь Ну что Время Пол Пятого Утра Только Что Закончил Собирать Тройку Не Полностью Но Главное Что Морда Готова Жопа В принципе Тоже Готова Оставить Только Серпы И Хром Пороги Думаю Это Уже Сделаю По Месту За Я Не Сказал Еду Завтра Уже Сегодня Через Там Часа Три На Усадьбу Фамилию А Как И В конце Прошлого Года Будет Хорошее Мероприятие Только Они На Север Решили Сделать Открытие И Еду Я Вот На Этом Чуде Не Ну Что Вы Скажете По Мол Вообще Нестяк Аппарат Получился Я Доволен Вот Да Не Хватает Чуть Просавочек По Сантиметру Но Ничего Страшного Это В дальнейшем Решим Ребята А Вы Знали Что Компания Мобико Уже Давно Существует На Рынке И Это Отличный Повод Им Доверять В Прошлом Видео Я Уже Вам Про Них Рассказывал Тогда Я У них Приобрел Масленный Фильтр И Дворники В этот Раз Также Не Исключение Обратился К ним В магазин Деталиус На Озоне И Приобрел Новую Микрофибру Для Троечки Свежекрашенной И Также Масленный Фильтр Который Уже Установил На Машину Также Не Забываем Что На Каждой Коробке Их Производства Есть Специальный QR-код По Которому Вы Можете Обратиться В Поддержку И Вам Вернуть Деньги За Товар Который Вам По Каким То Либо Причинам Мог Не Понравиться Поэтому Не Забываем Что Все Ссылочки На Товар На Описании Под Видео Переходим По Моим Ссылочкам Покупаем Радуйте Себя И Свой Автомобиль Ну Вот И Пришло Время На Свеже Открашенной Машине Помытой Протестировать Новую Микрофибру От Магазина Деталиус Вот Прислали Мне На Озоне Сейчас Распакую Вижу Что Она В Мешочке В Прикольном И Будем Тестить Как Раз Таки На Свеже Крашеной Машине Как Все Будет Это Делать Тряпочку Убирать Блин Пакетик Реально Удобный То Можно Помыть Машину Тряпочку Выжать И Сразу Сунуть Е Сюда Здесь Какой Там Брошюр Камени По Эксплуатации Также Не забывайте Если Вам Не Подравился Товар Вы Можете Обратиться По Этому QR-коду И Вам Вернуть Деньги За Товар Хотя С Таким Подходом От Магазина Деталиус Я Не Думал Что Должно Быть Плохо В Товар Прикольно Как Большая Погнали Тестить Так Значит За Сегодня Все Я Забрал Машину Уезжа Мы Поставили Мои Пилиные Пружины Еще Подпилили Как Вы Видите Сзади Один Палец Спереди Два Пальца Подраскатали Передние Арки По Моему Задние Не Трогали Да Не Хватает Вылета Где-то Наверное По Сантиметра Два Но Это Пришаем В Будущем Накинул Подпарники Прозрачные СССР Накинул Номер Немножко Поменял Болты Крепление Сделал Аккуратнее Поэстетичнее Накинул Трапецию Дворников Весь Хром Полированный Также Помыл Подкапотку Не знаю Зачем Просто В Придачу Ну Вот так Это Морда Сейчас У меня Выглядит Проводку Пока Закинул Потому Что Здесь Возникли Небольшие Проблемы Там С задним Ходом Я Перепутал Провода И Короче Там Жопа У меня Чуть ли Не сгорела Машина Из-за Подсветки Заднего Номера Вот По салону Пока Так Не знаю Может Завтра Закину С собой Точнее Сейчас Там Когда поеду Закину С собой Диван Просто Чтобы он Был Без Пассажирского Сидения Руль Стоит Криво Понятное Дело Потому Что Стоят Новые Верхние Рычаги Красноярский Выворот Такие Тонкие В общем Мешает Сейчас Колесам Стабилизатора Надо Как я Сказал Поставить Проставки Где-то Наш Сантима Два Ну Это Позже Решим Чтобы Колеса Не упирались В стабилизатор Сейчас Они Инером Вот Этой Частью Упираются Ну То Колесо Уперлось В стабилизатор Вот Такой Вот Выворот В принципе Ну Неплохой Понятно Что Надо Сделать Сход Развал Вот Также Поставили Регулируемую Тягу Понары Где она Там Айх Даже Не видно Посадка Пойдет Вот Как я и сказал Палец А Ну Сейчас Даже Чуть Побольше Потому Что Машина Под разгрузилась Она Была С Купить Сюда Как бы Насеком Нужен Пока Что Я хочу Сделать На Магниты Вот Как я Сказал Пороги Серпы Сделаю Позже Они А Ноже Закрыл Дверь Все Лежит Отполированное Здесь Прям Зеркало Также Вот Ну Это Так Просто Номер Наклейка И Квадратный Вот Он Номер Лежит Еще Даже Не Распечатал Все Повесил Новую Ничку Короче Встретимся На Мероприятии Ну Что за Пушкана В общем Сижу Сейчас В одиннадцатой Смотрю На Троечку Сегодня У нас Девятое Мая Буду Продолжать Собирать Мушину Как вы Уже Поняли Я Посетил Одно Мероприятие В Усадьбе Фамилия Мероприятие Было Неплохое Протращали Там Ну Практически Весь День Вот Даже Нос Сгорел Еще Что Добавить По Поводу Покраски Многие Спрашивают Сколько Мне Обошлась Покраска Обошлась Она Мне Без Учета Полировки В 85 Тысяч Это Вместе С Краской Вот Понятное Дело Что Что То Делается В Долг Вот Краска Вышла Мне Только На 15 Тысяч Это Очень Дорого Потому Что Никто Нигде Не Бодяжит Не Продает Рыжую Краску Вот Именно Какого То Знаете Интересного Тона Поэтому Это 50 Рублей За 100 Миллилитров Вот И Получается Литруха Почти Что 5000 Стоит Вот Ушло Три Литра Краски И То Даже Их Не Хватило То Это Пипец Полно Есть По Низу Небольшие Непрокрасы Ну Ладно Все равно Придется Докупать Краску Так Или Наче Покупать Придется Литр Не Меньше Вот Надо Будет Переваривать Багажник И Нишу Под Баком Потому Что Там У меня Дырка От Брызговиков Машина Была Все Замазана Поэтому Это Все Не Было Видно И Вот Только Вскрытие Показало Некоторые Моменты Все Которые Моменты Я Увидел Нашли Мы Переварили В прошлом Видосе Вот А Так Все Машина Как Б Ну Целка Там Еще Один Лонжерон Под Домкратник Ну Переварить Под Водителем Но Там Совсем Уже Мелочь Полная Вот По поводу Шумоизоляции Пока Ничего Делать Не буду Чуть Позже Как Нарулиться Деньги Потому Что Хочется И Музычку Сюда Поставить Магнитола У меня Уже Куплено В нее Хорошая Вот Вот Так Пока Наслаждаюсь Вот Покрасили Троечку В BMW Цвет Fire Orange Он Прям Люто Смотрится На Солнце Фотографии Надеюсь Вы Видели Если Нет То Переходите В группу Вконтакте Также У меня Есть Телеграм Там Я Делаю Посты Выкладываю Фотографии Там Либо Части Каких-то Видосов Поэтому Ну Есть Зачем Наблюдать Вот Ладненько А пошел я Дальше Собирать Троечку Увидимся Уже В следующем Видосе Так Что Подписывайтесь Ставьте Лайки И Всем Пока Продолжение следует